приветствую всех кому в падлу говорится легендарный лвк некр была у меня уже попытка на нем было было очень очень тяжело мне было на нем но ничего играем заново играем снова я кстати подумал может я вот кстати придумал возможно одну шматку который я не купил и зря короче лвк некр давайте перед началом перед началом всего моего спича вы обязательно поставите лайк подпишитесь на канал пишите комментарий и на этом мы продолжим короче была у меня уже одна игра я понял одну проблему героям фишка в том что он бьет первым но по началу игры и твой первый как бы урона не наносит это все понимают поэтому либо мне надо на самом деле вот этот талант вкачать возможно даже в два раза потому что с маной реально в траблы безумные траблы с не хватает просто маны чтобы бить этими скиллами и получается маны нету но есть одно решение когда мы бьем этим ультой у нас так дает 2 моно ригена то есть если в начале игры реально на стакать нормально моно ригена на счастливе футбол то в принципе герой очень-таки хорош все-таки в этой игре я попробую взять вот это возможно даже в 2 потому что он с маной реально очень тяжело то есть реально эту этой маны у тебя просто никогда нет и это реально проблема то есть ты хочешь эту ману а ее нету а так ну вот хотим и 5 пока мы крепость и как убиваем вот особенно под дэшкой прям хорошо проспамливаем так сразу же этот пульс еще качаем ну то есть есть хоть какой-то шанс того что у нас будет мана я вот пока общался я вот подумал реально очень хорошая шмотка это яша лэнс она нам дает ловкость которая нам очень нужна но и в то же время она нам дает этот ману ману который он тоже постоянно будет не хватает а это я уже точно знаю потому что это я уже прошел а главный варлик мы взяли стики взяли обязательно ловкости добираем не знаю мне кажется это было очень ну за мной мои паровозики а для него я готов даже вард поставить это явно сюда идет гляну это не это невозможно хорошо уходим это было тяжело реально с большим с большим трудом мы взяли этого мальчика опа и голдишку стики они всегда кстати нужны стики в этой кастинге тоже как будто недооцененный абсолютно зажукались в дереве оп имана ригенчик пошел в 5 и 2 если еще чуть-чуть у меня боже хилочка была она нормально нормально первое время идем нам очень важно не умирать и очень важно убивать это очень два главных фактора потому что в прошлой игре моё мой старт был что-то около 07 ну реально убить очень тяжело хоть кого-то и это превращается уже в какой-то по ей потому что просто тупо никого убить не можешь если тоже кто-то там есть мне по-любому надо 6 зайчик ой какая зайка вот он вот вот он стак на 1 а на 1 но это он я понял логика такая что он на 2 усиляет когда их 2 то есть 1 монорегена это уже лучше чем 0 хорошо так ну я попробую сейчас до руны пробежаться над ловкостью идем хорошая с ригенкой еще тут будет ладно ригенки не было но если была ригенка он бы умер хи 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 ладно неплохо в принципе первую главную ульту мы взяли рунки тут уже нету убить мы успеем мы успеем убить ну это очень хорошо блин ульты нету да без ульты так без ульты без ульты так без ульты мне не так важно мне главное просто хоть кого-то убить супер у нас еще есть возможность статов добрать я наверное эти возможности воспользуюсь очень-очень нужно так у нас тени шейкер тени ну тени его перебивает и наверное одна из основных наших шмоток будет ну как не основных первых основных так наш основной талант это увеличение дед пульса ну 45 процентов в конце от ловкости также уменьшение затрат по мане это тоже очень важно то есть 50 процентов режет по мане супер потом давайте сразу пока мы дуэлимся у нас появляется если не особо шардовская способность некра она летит в героя пока никого нет она летит в героя и тоже разносится дед пульс но ее главная штука это в том что ее можно применить на область то есть на аренах где будут круги легко улететь за стенку и не умереть потом она убирает у нас вот косу вот почему я же говорю в идеале на стакате как можно больше ульты потому что потом она убирается и на сто процентов вот урон вероятность 2 ну короче он шансов каким-то объем от ловкости тоже урон это наш тоже баф потом у нас аура начинает физой бить и уменьшает на 9 армора и мы можем бить во втором спеле и его нельзя развеять ну такой это нас некор поэтому очень важно сейчас начале реально не умирать а по максимуму вот этот талант то есть прям пробузить хотя бы ну не знаю на десяточку ну как минимум 10 регена халявного который вообще никогда то есть вот сейчас 6 и 2 и мы можем вот мы можем спамить при условии того что мы еще и понижаем его монопул то есть мы реально можем его проспамливать хотя бы и у нас появляется возможность ему нажимать а реально это очень важно надо второй тоже взять хотя бы на единичку тут кто-то был с яша доберем арморчика давайте еще возьмем яша вообще хорошо 390 скорости с птшечкой в идеале вот этих мопчиков быстренько его убить раз отпеваем и сразу же забираем их еще раз хорошо идем понижаем до максимума и теперь вся ловкость вам по максимуму бьет нашим вторым руночка естественно не затронутая ну это база основа этой кастомки никто не берет мои руны ну я их запретил просто брать еще как-то год назад искал что все руны нельзя брать все пацаны и как бы и не стараются их брать второй уходим возьмем ее на всякий случай плюс нас еще 10 стиков сейчас есть но я хочу все таки в это таланду идти все равно с маной есть проблемы мы не успеваем ее регенить вот как бы ты не хотел но ты не можешь ее просто регенить так а мы идем сейчас наверх забираем руну идем по верху забираем вторую руну ой это сейчас самая лучшая руна потому что кдр еще понижается плюс монопул понижается то есть это просто вот ты стоишь дабл спот взял и просто фармишь его эта руна даже не понимаю насколько она сейчас запрофитила меня так давайте сейчас возьмем вампиризм хоть какой-то кстати вот тут скорее всего шейкер стоит ну нет никого нет просто тип один стоит тут оказалось что он кого-то бьет а это же физ урон реально он же не наносит так урон абсолютно халявный килл на самом-то деле если так задуматься вот кстати забавная механика я даже не знал что прям есть такая механика у нас же он меняется на физический урон и когда она под виндраном он не наносит урон по факту это прям еще прямая контра так ну хочется ловкости на самом деле добрать и уже хочется добить свою эту шмотку хотя по логике на самом деле она мне не нужна а цинжи как будто бы больше профита было ну блин смо мной реально траблы я уже просто особенно на первых аренах а на первых аренах она важнее чем даже на следующих потом ты уже быстро фармишь у тебя уже как таковых проблем нету с этим еще я покупал шмотку которая дает чуть больше фарма то есть вот это вот как она там называется ну короче шмотка которая фиолетовая масса атак дает ну честно я думаю она не нужна это кстати ульта моя еще одна я умру но крипов заберу моя главная задача была хе-хе-хе-хе так один талантик и сейчас это и это возьмем ну ульта очень важна реально вот ничего не могу с ним сделать ульту реально надо стакать я просто уже понимаю насколько важность этого есть 14 уже маны оригин просто в базе одну яшу купил все сразу все плюс-минус хорошо стало а это уже нам позволяет просто идти вот так и вжимать ну я правда не попал по ним то есть мы можем вот так вжать можем вот так вжать козел забрал моего клипчика не основным ну кстати может реально хорошо в силу дать даст это прям очень хорошо будет даже в ману если даст это хорошо будет блин вот эта шмотка очень хорошая все таки куча статов прям куча статов игнорировать их вообще желания не имею и возможно блин ну конечно дворка очень неприятная тут все в принципе хотят бить с руки поэтому будто после этого придется нам брать сатаник ранний шекер и ну шекер что-то вообще игра не зашла но он прям 18 от 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 оформлял да и все ну из плюсов эсф хотя бы не магический мне очень уже надоели магические эсфы это прям реал проблемам ну наверное даже пока вот это он и будем качать мы сейчас идем сюда возьмем еще скорости атаки лучше хочется еще хотя уже честно я без разницы у меня сейчас 15 риена этого достаточно просто на самом деле одна кая вопрос все решает я вот в той игре что-то до этого так и не допер и это было на самом-то деле реально очень большая ошибка ну плюс помимо кая мы еще мобластика забираем у нас 19.2 становится второго забираем 28 то есть вот реально мы вот сейчас можем спамить этим спалом на бесконечность просто а для меня это по факту самое важное как ему сбить эту а я могу так сбить хорошо понял что идея так себе что куда я какой-то глифчик встрял ну как обычно ладно тут я уже конечно чуть не скликнул бывает конечно в лифчик какой-то встрянешь и все и не двигаешься больше там очень-очень мало урона пока кстати рошин тоже появился ну без мобов кстати да мы уже не можем так уверенно спамить вот с мобами мы можем спамить потому что пассивка это хотя бы на раз срабатывает и все а она же нас не только урон наносит она еще и нас хилит то есть можем спокойно охитаться с ним и хилиться сразу да мы в принципе с одиночными целями очень хорошо беремся то есть плюс этого персонала ему даггер не нужен так нет хороший килл это хороший вард очень много сейчас взяли мы возьмем так за нами этот его все реально может все 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 что то все Ушли на самом-то деле. Не надо, дядя. Ладно, от одних стреляли, от других получили. Ну вот, в принципе, началось с того, о чем я говорил. На этой стадии игры мой тип ничего не может. Ну вот не может он урона носить. Ему не хватает. Он не может тыкаться ни с кем. И вот в этой стадии я начал проседать. Вот в прошлой игре. Ну и законно, в принципе, проиграл. Потому что там было бы стыдно проиграть. Если б я реально в той игре бы еще и выиграл. Мне реально бомжатники только лутать. И стараться на дуэль не вылететь. Но я вот сейчас на дуэли. Это плохо. Потому что я не верю, что мы хоть кого-то сможем убить. Тут еще кто-то есть. Блянь, ну... Вот именно она должна была попасться. Тот, кто меня единственное пробивает. Ладно, давайте, короче, снимем уже возможность ультовать. Хотя, с другой стороны, это даже плохо для нас. Две минуты еще есть. В принципе, не расстраиваемся. Все, ульта в прошлом уже. Да, для муэрты второй мой, это, конечно, это просто подарочный. Ну, естественно, тут никого нету. И, скорее всего, тут кто-то еще фармит. Ну, браток, ну что ж, ну что ж мне так не везет. Жесть какая-то. Реально, очень не везет. Потому что, ну, реально, она просто под этот спелл мне дали станчик. Ладно, в принципе, нормально. Еще пока бежала, все профармила просто. Ну, кстати, умерла. Ну, это понимает? То есть она тут стоит, она умерла. Блядь, я умер. Блядь, я в Виндран дал спелл, из-за темноты она просто стояла на повороте, кастовала в меня. Ааа, жесть какая-то. Ну да, вот я живу, очень сложно убивать. Очень сложно убивать, но терпим. Просто терпим, реально. Выбора у нас нету. Наша задача просто сейчас протерпеть этот момент. То есть сейчас уже урон у нас появляется по чуть-чуть. Просто терпим. Главное сейчас на дуэли не выходить. Потому что реально шанс того, что мы убьем кого-то на минимальный. По хп видим, да? У меня в вопросике есть 1400. Ну, то есть 1400... Тебе очень тяжело. Так, хорошо. Ну, тут вообще ни одна шматка не подходит. Но, если не ошибаюсь, на втором тире... Ничего нету полезного. Так, Тинни Рошан. Тинни Сила. Он реально противный. Но этот его может перебарить, но у него скорости как будто маловато. А у Тинни поприятнее шмотки. Наверное, сейчас вот так сделаем. Потому что объясню вторые... Если он его будет башить просто. Маны нету, кстати. Ой-ой-ой-ой. А он бабочку добрал. Еней. Еней на Рошане. Топ-10 Рошанов, которые вышли из-под контроля. Просто хорош. Но бабочка, да, это у мам. Бабочка. Бабочка это вопросы. Потому что уже надо на двух бабочек. Тут, скорее всего, тоже... Скорее всего, надо сатаник МКБ делать ранний. Тут БКБшка нужна. Ну, короче, как обычно в Адоте. В принципе, ничего нового. Сатаник просто... Т25 силы реально хэпщики поднимут. А хотя бы до 2-500 дойти, я не знаю. С другой стороны Акторин можно купить. Какой-то. Тоже хп дает. Да и немало дает. Только он еще даст буст по 2-м спелам. Допустим, против дефолтных физ уронщиков, мой второй спелл под... Ну, под ультой уже, под последний... Последним талантом. Это прям непробиваемая штука. Потому что его нельзя задиспелить, а я бью как бы в госте. По факту. То есть вот сейчас чувствуется, да, уже, то, что чуть-чуть не хватает мне... Надо хотя бы этих успеть. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ну, пришел сюда. Ну, спокойно, уходим. Ну, что ты хотел, браток? Я не могу пока с тобой потыкаться уверенно. Это у тебя страхи и все остальное. Твой герой создан, бед, такого для мой нет. Ну, две тысячи хп уже есть. Тут еще и товарник слили, кстати. Один и тот же как будто слилай. Наверное, возьму первый дефуза, а потом возьму этот. Мкбшку. Не, наверное, мкбшку. Смотри, дефуза чем полезно? Я вот когда играл в прошлой игре, очень много гастов было. А дефуза нам и лвк дают много. И, как бы, снимают вот эту всю противную херь. По факту, сейчас, да, сатаник реально нужная вещь. Потому что все-таки наш герой, это керри ловкач. Он хилится от того, что он бьет с руки. Если керри ловкач не хилится с руки, его убивают. Вот вся позиция моя в этом плане. То есть все очень-очень банально просто. Ну, кстати, из приятного вот эта штука, которая изменяет... Ну, типа, самый фиг, что она физ уроном бьет. Но, как по мне, самое главное, это не физ урон. Это абсолютно не физ урон этот. Да, сложно с ним будет. Я сейчас с Рошей не дрался в лейте. Честно, вообще не понимаю его силу, но он очень сильный. Вот эти баши, пока непонятно, как их пробивать. Ну, типа, да, там алибарды какие-то, да, там идеи какие-то есть, естественно. То есть я понимаю, что происходит в этой игре. Но не было пока опыта еще прям с ним драки. Я сам играл, но это какая-то бредятина просто. Я БХ перебивал, который был ЛВК-шный, если не ошибаюсь. Настолько легко и просто. У чувака даже шансов не было. Ну да, против нее вообще шансов мало. Подружечка у меня просто в лицо плюет на все мои проблемы. Да, есть такое. Есть такое. А, ну, в принципе, пока еще все. Чиназос. Не так все плохо. С Муэртой, в принципе, тоже. Ну, там БКБ надо просто купить будет. Возможно, рефрешер БКБ. В физе она не сможет меня бить, а в госте она не сможет меня бить, потому что я БКБ буду. Как бы это такое. Даже можно алибарды никакой не покупать, ничего там не выдумывать прям. А вот то, что у меня нету агилы, вот это мне не нравится. Я, кстати, прошлую игру, которую вы, скорее всего, увидите, на Никсея тоже играл против ЛВК Муэрты в финале. Очень с большим трудом ее победил. Но герой там не бил с физы, поэтому, как бы, было довольно-таки сложно. Так, хорошо. Вообще, в идеале, больше прошу выкинули бы, и вообще бы очень много проблем мы их решили. Нету абсолютно, что фармить. Я на самом деле под такой позицией, что я легко могу сейчас оказаться на дуэли. Очень повезло, что я встретил именно ее. Очень повезло, что я встретил именно ее, потому что она была целью. Если бы не она, то мне бы пришлось с ним драться. Так, вот если я не ошибаюсь, моя самая, по идее, прикольная шмотка. Ну, я думаю, она ее перебьет. Хотя она может с ним как-то поиграться. Это ловкость уклонения и скорость передвижения. Попробуем. Сопротивление, уклонение. Давайте, наверное, не будем тратить еще один рейроу. Ставим его на 5-й тир. Точнее, скорее, это как он. Да, на 5-й тир он, в принципе, считается основным у меня. Вот, поэтому он поважнее будет. Давайте тоже бабочку сварим. Ну, блин, вот бабочка, да? Она сейчас сотрет его просто? Ага. Ага. Баш. Сейчас будет баш, и она уже не выйдет с него. Нет, вы что? Бам. Отхилилась. Очень противная. Да, было бы у него МКБ. Ой-ой-ой-ой-ой. Как много проблем ты сейчас решил, молодой. А, кстати, я купил МКБ, она купила МКБ. Все купили МКБ, а он не купил. Единственный проиграл. Вот так вот. Так вот бывает. А потом уже вот эту шмотку легко можно слить. Может быть, вообще было БКБ сейчас купить? Я его, на самом деле, редко, когда покупаю так рано, но как будто сейчас это вообще лучший, лучшая шмотка, которую можно купить. Против ВР-ки, да. Против СФ-а, да. Против Муэрты, да. Бля, чё? Она ультанула? Успела ультануть? А как она меня била в ульте, во втором? Без ульты. Против Муэрты, конечно, интересный персик. Очень интересный персик. Так, сложно с ней драться. Куча физ. урона, которая в любую секунду может стать магическим. Так, хорошо. Ну, ловкость максим, потому что у нас почти все от ловкости идет. Было бы странно не максить ловкость. Наверное, сейчас останемся, заберем вот эти все пять спотов. Четыре, точнее шесть спотов. И пойдем БКБшку заберем. Кай мне, по идее, вообще не нужна. А вот Яшу можно будет в табак зарегрессить. Табак просто ставим приятная шмотка, легко бёрстится. Вот он не может меня бить просто. Ничего с этим не может сделать, чвачок. Кстати, у меня была идея все споты забрать, он их забрал. Так, хорошо. Давайте давайте тоже вот так. Короче, еще был прикол, я когда на нем первый раз играл, я зачем-то решил купить шмотку вот этот Квилин Блейд. Охера я ее купил, вообще не понял. Которая, типа, ну вообще все херово сделал, но даже так мне повезло. Я зачем-то решил эту шмотку первой купить, и это была такая херовая идея. Я так о ней всю игру жалел. Да, у меня вроде атак спид больше, но он да такой бесполезный это так атак спид. Нахер он вообще ненужный. То есть ты вот в этих талантах добираешь примерно столько же этого же атак спида. пятерик спилим, хай сейчас запровоцируются все. дождемся их тут и уже попробуем с дракой выиграть его. Почему беру сейчас ПТ? Потому что, честно, брать нечего, надо какой-то, ну, еще его буст взять. Ну, и как будто ПТ-шку можно забустить. Возможно, могу ее взять. Я всегда мог подстилить П-шкой. Она же Д-шка. Он, кстати, где-то что-то очень большое и крупное убил. Возможно, на вот этом спите он стоял долбил. Он еще с Веркой параллельно дрался за это. КБ-шечка помогает. Ну, тут уже не помогла. Тут уже не помогла, конечно. На нее очень сложно. На нее надо БК... На нее надо все очень правильно сделать. Ты ее встречаешь со второго, она хочет ультануть и во время ульты ты должен по-хорошему вжимать БКБ. Сейчас надо на босса идти. Кто-то очень сильно бьет. Ладно, его бьет эсэх, в принципе. Я не успею уже дойти. Кстати, его убило в итоге Муэрта и... Теперь я дуэлюсь с Веркой. Сейчас надо по... Может и не дуэлис. Сейчас реально вот эти 17 секунд решающие, может и вообще не дуэлис. Не, вряд ли за него столько голды дадут. У него дали больше даже, чем я планировал. очень хорошо. Кстати, очень хорошая шмотка. Наверное, ее и возьмем. Кабы есть. Очень хорошая шмотка. От физ урона плюс 45 ловкости, которая мне вообще очень нужна. Я, наверное, два раза тапок возьму. Хватит. Наверное, дальности еще возьму. Чтоб на аренах, когда мы с кем-то виделись, я мог дальше чуть бить. Хотя по-хорошему, увеличение нанесено. Брони надо набрать еще сверху. Может, вообще кирасу какую-то заварить? То есть, вот это мы разбираем, это выкидываем, это включаем в сборку, это мы сейчас сделаем вот так. Может, реально какую-то кирасу просто сделать? Вот, кирасу уже вообще никто не берет. А если так подуматься, она дает 10 брони, плюс понижает скорость и броню, и плюс мы еще 9 понижаем. А то чела 30 брони, у Муэрты 35 брони. То есть, мы понизим 14 брони. Правильно почитал? 9 плюс 5. И еще на 30 понизим скорость атаки. С другой стороны, есть Алибарда, которая вообще супер приятная. Ну, у всех есть МКБ, как бы на это насрать. Короче, пока бегаем, пока веселимся. А что у нас есть еще агильная, очень сильная, что я мог не взять? 40 ловкости, оно очень много атак спида даст. С другой стороны, криты, которые вообще как бы имба. Я люблю криты, честно вам скажу. Да, атак спид очень хороший. Короче, ну, ловкости прям очень много. Вот эта шмотка реально возможно. Это вообще мое спасение будет в этой игре. Мы это и проверим, кстати. Почему она меня бьет во второй? Что не так? В чем я ошибаюсь? А, этого таланта не было, потому что... герой всегда может совершить атаки по бесплотным целям, делая весь урон от атаки магическим. Ты что, рофлишь с меня? Бля, это рофл. Ну, все, тогда весь мой план как бы катушка под хвост надо 2 бкб просто покупать. У него куча магического урона, от которого у меня вообще нет защиты. Это мем вообще какой-то. да, только бкб мне поможет. Талант, которого никогда не было. Ну, тоже я виноват, я талант сам же не читаю. Минус бкбишечка. Хорошо, криты я куда-то засунул. А мне мкб вообще на нее не надо, если что. криты очень хорошая шмотка, я не знаю. Ну, очень много урона. Она дпс просто повышает. То есть пкб сатаник, а когда она будет в ульте, я не могу ее бить, да, получается. Угу, это отличная идея вообще гениальная. Десять тысяч имеем. Лучше скаде возьму. КП критически важно. А место мкб можно взять этот. Рефрешер. Ну, по-любому два рефрешера надо. У него всегда магический урон. А у меня нету магической никакой защиты. Ну, я с ним, конечно, вообще ультра легко разбираюсь. А я все думаю, что я второй жму, а он меня так легко в него бьет. Так вот почему. Ладно, все, перекратили вот это вот спамить. Хорошо, один талант есть у нас еще. Блин, ну, нет смысла уклонения как бы качать, почему мкб уже есть. Может быть, просто на удачу или на броню понадеемся. Давайте на удачу будем надеяться. Удача так-то тоже хороший фактор. Ну, с ССФ если попаду себе не боюсь, короче, а если с Мертой, в принципе, боюсь, но как будто есть какие-то решения. хорошее хорошее килл, очень хорошее килл. Может быть, удача там пригодилась? Может и нет. А, если вообще отключился. Ладно. Тогда мне даже выгодно с ним подраться. Но я, кстати, почему-то у меня 45 тысяч, а у него 41. 42. Наверное, он что-то продал. Сразу купим. Ставим борды. Купим еще себе. А что делать, когда он ультует? Ветках пытаться убежать от него? Я не переживу столько урона просто-напросто. То есть у него, помимо, я не могу в госты входить, потому что это бессмысленно. Может быть, попробовать что-то магическое купить, типа, меньше урона просто будет входить в меня. ну да, кстати, покварик. Кстати, 12 брони тоже и не дает мне умереть. Возможно, вообще пригодится мне. А, мы еще и сразу деремся с тобой. Давайте попробуем так, а если что... А, мы еще тут с тобой деремся. там прям кучу урона. Хорошо, мы это продаем. Берем магического... МКБ продал, да? Ты продал МКБ? Ой, зря ты продал МКБ, мужик. Ой, зря ты МКБ продал, мне кажется. А я бабочку продал? Зачем я бабочку продал? продал? А что-то получается ты промах хочется добрать. Получается промахиваешься, да? получается Получается да. Играет музыка. Ну, он просто купил рефрешер в итоге. Супер. Такая у нас игра, да, будет? Как будто ты ошибся, браток. Нет, я ошибся. Ну, это вообще жесть. Ну, я не знаю, кто додумался просто человеку дать талант бить через все. Я лично считаю эту игру защитой, потому что, ну, это бред какой-то моральный. У чела, ну, это невозможно выиграть. Какую шмотку мне надо было купить? У меня было БКБ, у меня был Сатаник. Что мне еще надо было купить? Мне надо было еще Нульфер купить? Тогда мне 10 слотов надо. Это просто невозможно. Ладно, я считаю эту игру нормально записанной на самом деле. Поэтому это уже какая-то претензия к таланту. Потому что в теории убить он меня никак не мог. Если бы он не пробивал бы глифы. Ну, то есть пускай брошку покупает, пускай тратит слот. Для этого надо слот. А слот это очень важно. Я бы тоже рефрешер не хотел покупать. Купить бы себе еще кучу урона там или еще какую-то выживаемость. То есть это вообще какой-то бред. Ладно, хорошей жизни вам с этими муэртами дальше.